Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова канал Комнатный Рыцарь. И это снова ваша любимая рубрика «Синий заезд». Ярик, что мы сегодня готовим? Сегодня мы будем готовить бестроганов по методу, как мы уже в последнее время делаем, в котелке. То есть рассчитываем на то, что мы это сможем сделать в полигонных условиях. Главное взять с собой продукт и запастись терпением для того, чтобы его нарезать. Да, нарезать. Сам рецепт бестроганова, он, можно сказать, исторический, но мы делаем не по нему. Впервые он был создан в XIX веке и распечатан в книге «Подарок молодым хозяйкам». С тех пор он стал тем же самым в России, что и борщ. От дома к дому рецепт меняется, поэтому мы делаем свою версию. Нет, мы делаем самую классическую версию. Нет, самая классическая – это другая версия. А что же там тогда, по-твоему, самая классическая? Там горчицы, рябчики, щука или что-то там еще, не помню точно. По-моему, это совсем модифицированная версия. Нет, это рецепт вот XIX века точнее. Ну, Ярик, что нам нужно? Нам понадобится говядина, мякоть или отруб, неважно. Ну, в любом случае, от выбора мяса будет зависеть то количество времени, которое мы будем его потушить во всем этом. Лук, количество лука и грибов убираем по собственному желанию. Если хотите больше лука, добавляйте больше лука. Если хотите больше грибов, добавляйте больше грибов. В данном случае у нас сейчас соотношение такое. У нас 500 грамм говядины, 400 где-то грамм шампиньонов, пару луковиц и сливки. Соль, перец по вкусу. Корнишоны и сушеный лук, ну, обжаренный лук, мы уже будем использовать для украшения самого блюда. То, с каким гарниром будем делать, вы узнаете в конце. А теперь начинаем готовить. Продолжение следует... Продолжение следует... В этот момент, когда добавляете сливки, смотрите консистенцию, пока она варится. Если считаете, что для вас она слишком жидкая, ну, оставляйте так, пускай дальше выкипает. Если же, наоборот, можно разбавлять водой. Ну, Йорик, как обычно, начинай. Да, сначала покажем, собственно, что у нас получилось. Жаль-ка пока техника не может передавать запахи, но ждем, ждем, конечно. Да, и сейчас приступим к подаче ее с гарниром. На полигоне можно, конечно, использовать любой гарнир. Макароны, я думаю, гречку. Макароны, гречка. В классическом рецепте, кстати, используется именно гречка. Но сегодня мы поторопились, поэтому у нас сегодня будет пюрешка. Я, если я слишком сделал жидковатое, в центре по-хорошему бы сделать углубление, в которое мы будем подавать без троганов. Кому-то побольше соуса, кому-то может еще места добавить. О, и для украшения можно использовать корнишоны. Ой, убежал. Огурчики с картохой всегда хорошо заходят. Да, делаем. Корнишоны берите хрустящие, ну, какие вам нравятся. Это похоже на зикура. Да, и еще сверху мы взяли, естественно, сухой лучок. Ой, сушеный. Сладкий лучок, сушеный. Нам нужно больше сушеного лука. И можно еще перчика. Вот, собственно, имеем такое блюдо. Так, на полигоне, ну, вот совсем эти украшения, наверное, будут лишние, вот именно когда вы еще в своем и на пожизненном лагере. Но если получится, то, по-моему, там с руками оторвут, завоевают ваш лагерь, лишь бы попушить, ну, красть вашего повара. Да, 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 хороший повар в родевой команде, это всегда очень жирный плюс и очень нужный человек. Поэтому, дорогие друзья, учитесь готовить, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А еще у меня вопрос. Как вы знаете, большинство ингредиентов, которые мы берем, ну, средней ценовой категории, средней, средневысокой ценовой категории. Скажите, пожалуйста, хотелось бы вам отдельную рубрику с продуктами и блюдами из бюджетной ценовой категории. Ну, пишите об этом, пожалуйста, в комментарии. Но там сразу будет не старе, а вы это точно. Да, 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 но постараемся сделать вкусно и много. Спасибо вам большое за просмотр, всего доброго. Ави-марии, друзья? Приближай. Да, да, приближай, приближай. Еще ближе. Нет, ближе уже не получится. Уже не получится. Давай цифровое приближение.